Когда в Беларуси происходили вот те самые страшные протесты и последующие репрессии, то вы призывали, получается, к каким-то активным действиям? Конечно, нет ничего хуже, чем полумеры. Уже вся страна встала на дыбы, уже 10% населения вышло на улицу, уже понятно, что будет страшная реакция, нужно идти до конца. Либо не нужно было начинать эту заварушку, потому что было понятно, что она закончится вот буквально тем, что мы сегодня наблюдаем в Беларуси. Полумеры – это самое страшное. Полумеры, на самом деле, это то, что произошло в 90-х годах. И если возвращаться к нашему разговору с Олегом Кашиным, то 93-й год – это была история о полумерах. В итоге путинская система, она родилась из 93-го года, потому что нормальных реформ проведено не было, вся верхушка советской номенклатуры осталась у власти, и в итоге эту власть свою восстановила в полной мере сегодня. В Беларуси сегодня происходит то же самое. Полумеры – люди не добились поставленных целей, и в итоге оказались в еще более страшном положении, чем положении, в котором они находились до того, как вышли на улицу. Политик обязан мыслить в категориях результата, не в категориях идеалов. Идеалы ему нужны, чтобы понимать точку направления своей политической работы. Но он должен мыслить в категориях результата. Приведет тот или иной поступок к результату, который требуется, или не приведет. Вот в Беларуси все, что произошло, тот формат, в котором происходили протесты, с самого начала было понятно, что нет, это приведет к обратному результату. Соответственно, это политическая ошибка. Да, возможно, можно сколько угодно надевать там белые перчаточки и говорить, что вот, мы хотели как лучше, как это любят делать те же самые левые, но не важно, что вы хотели, важно, чего вы добились. А добились того, что в стране 950 политических заключенных сегодня с лишним, что людей похищают, люди пропадают без вести, что в стране объективно стало в 2021 году, в Беларуси жить страшнее, чем было в 2019. Это результат политической работы людей, которые организовывали митинги. Это страшно. И это не обвинение людей, которые на улицы выходили, разумеется, потому что люди виноваты не бывают ни в чем. Вы отдаете себе отчет, что когда вы говорите, по сути, такие призывы выходить и совершать более активные действия в адрес государства, которое вы считаете априори таким насильником по отношению к гражданину, кто-то же мог вас послушать, наверное, выйти и потом, я не знаю, загреметь в тюрьму или получить какие-то побои дубинками. Люди получили тюремные сроки, люди получили побои дубинками в результате того, что они прислушались к Максиму Кацу в Белоруссии. Почему мы к Максиму Кацу не предъявляем эти претензии? Я, когда говорю об этих событиях, я всегда повторяю, что эта мысль, она релевантна в контексте. Нужно ли сегодня выходить на улицу в Москве? Можно ли чем-то добиться? Нет, то, что делал Мальцев в 2016 или 2017 году, я сейчас точно уже не помню, это преступление. Он был просто провокатором, который подставил людей. Никаких шансов на победу не было. Как говорил Ленин, вчера было рано, завтра будет поздно. Действовать нужно в моменте, ориентироваться на политический момент. Политический момент в Белоруссии очевидно был. Если 10% населения страны, вывалившего на улицы, недостаточно, чтобы добиться поставленных политических целей, ну, значит, для этих политиков, которые ввели, никакой поддержки не будет достаточно. Потому что больше людей на улицу просто никогда не выходят. Это астрономический процент был. Поэтому, да, разумеется, в контексте. Если вы хотите кому-то предъявлять за дубинки и за посадки, то сегодня, конечно, нужно делать Максиму Кацу в первую очередь. Потому что это человек, который довел страну до того, что там сегодня 900... Ну, я сейчас немножко в запале, конечно, это говорю. Но в результате его советов люди как раз совершили те ошибки, которые привели к посадкам, к пыткам, избиениям политической миграции. Но мы также отдаем себе отчет в том, что Лукашенко, он такой немножко совершенно сумасшедший, неадекватный человек, который может против толпы людей, я не знаю, выставить армию, танки, что угодно. То есть его не испугает никакое количество человек на улице. Конечно. Так люди выходили против Лукашенко. Они же кричали, что он тиран. А раз они кричали, что он тиран, они понимали, на что тираны способны. Либо это, на самом деле, тоже принципиальный момент. Если вы выходите против тирании, вы должны быть готовы к тому, что тирания будет использовать против вас те методы, которые доступны тирании. Если вы тирании называете демократического избранного лидера, который эти методы использовать боится, то проблема уже в вашем протесте. Потому что называть несимпатичных вам лидеров тиранами, это политической чести не делает. И вообще такое политическое мошенничество, на мой взгляд. Нет, люди выходили против тирана. Ничего другого от Лукашенко нельзя было ожидать. Вы часто говорите о том, что люди, которые выходят на миссинге, и которые пытаются бороться с нашей властью, они должны действовать в рамках реальной политики точно так же, как наши власти действуют в рамках реальной политики. Вот что такое реальная политика? Да, реальная политика – это то, как работает мир. Это то, как люди реагируют на стимулы, и то, как стимулы формируют наше поведение. Как правило, люди, которые приходят в оппозиционную политику, они скованы представлениями о правилах, они скованы представлениями о каком-то достоинстве, в общем, представлениями, которые не имеют никакого отношения к тому, как функционирует политика в современной России. И без того, чтобы отбросить эти представления, невозможно добиться перемен. Самая распространенная ошибка – это попытка против Шулера играть по правилам. Самая распространенная ошибка – ты играешь в шахматы, а против тебя играют в городки. Но в этой игре невозможно победить. Приходится самому тоже играть в городки. И реальная политика – это когда ты понимаешь, что если против тебя играют в городки, то тебе нужно перенимать те правила, которые тебе навязывают, а не пытаться разговаривать о том, что, ой, вы знаете, а вот у нас в правилах о шахматах написано, что кони ходят буквой «Г». Ну вот в городках все немножко иначе.